Нам нужно что-то практическое, да? Самое практическое это и есть вот этот глубокий чистый мир. Мы просто об этом не знаем. Мы думаем, что практичнее всего добиваться чего-то в этом мире материального, там, допустим, машину, квартиру, без машины, без квартиры, или не проживешь. Но смотрите, интересно, когда человек живет глубоким миром, он становится всепривлекательным. Когда у человека есть сердце-любовь, он нужен всем, начальнику, подчиненным, жене. Все хотят только одного от нас, любви. Но любовь, она возникает в результате глубоких отношений со святостью. Она не возникает в результате отношений между одним человеком и другим, потому что эти отношения глубокие между людьми, труднодостижимы. Понимаете? У нас нет опыта отношений с чистым, светлым чем-то. Мы должны стремиться к прекрасному далеко. Оно должно стать прекрасное, близкое, а не далеко. Прекрасное, далеко, а не будь ко мне жестоко, да? Оно должно стать прекрасное, близкое. Счастье уже здесь находится, в сердце, прямо сейчас. Видите, я с вами говорю, и так как я был в святом месте и целую неделю погружался в отношения с чистым и светлым, в отношения с Богом, вы слушаете мою лекцию сейчас, и ваши сердца наполняются чем-то сладким. Так или нет? Я ведь ничего не делаю, правильно? Я просто сижу с вами, разговариваю в простых вещах. Многие думают, я это все знаю, Олег Геннадьевич, давайте посерьезней. Но мы с вами говорим о простых вещах, и сердца наполняются счастьем, просто само собой. Именно это то, чего больше всего не хватает человеку в жизни. Это самая главная потребность, понимаете? Мы забыли ее, мы стремимся к чему-то другому. Нам надо быстрее, Олег Геннадьевич, давайте быстрее про стресс, теорию, говорим теорию быстрее. Самое главное, нужно наполнить мозги знанием. Но самое главное знание я вам уже сказал еще до того, как лекция началась. Не думайте, что вы его поняли. Выйдите отсюда из лекции, через пять минут вас опять понесет. Взял метро, потом... И все. Это не то, что вас, меня тоже. То есть мы все одинаковые. То есть вот эта глубокая жизнь, она очень труднодостижима, потому что для этого надо очень сильно понять ценность этой глубокой жизни. Очень сильно понять ее важность для человека. Мы не понимаем ее, поэтому нас несет куда-то, мы куда-то бежим все время. И стресс в этом заключается. Это называется понимание чего-то светлого, сладкого и глубокого. Называется высшая цель жизни. Понимаете, у нас есть какая-то цель жизни. Вот допустим, у девушки, которая вот этот вопрос задала в фотографиях, два хороших человека, сильно совместимы. И она уже... Вот, вот они. Сильно совместимы, все классно. Но цель жизни ее другая. Она хочет наслаждаться семьей. Это значит, что однозначно, что счастья не будет. Все. Потому что другая должна быть цель жизни, понимаете. Нужно научиться быть слугой семьи. Научиться ее наслаждать, а не наслаждаться. Это совершенно противоположные вещи. Олег Геннадьевич, у нас будет счастье или нет в семье? Это все равно, что я подхожу к тому, кто принимает экзамен. И спрашиваю, мне поставят пятерку сегодня или нет? Ну, может быть, и поставят, если ты будешь... Видите, он решительно идет к тому, чтобы строить близкие отношения. Спасибо. Спасибо. Сама идея часто нашей жизни неправильная. Мы хотим результата. Почему? Потому что мы уверены, что эта жизнь предназначена для счастья, в которой мы сейчас живем. Первая и главная ошибка, с которой мы попали. У нас внутри сидит четкое представление. Моя жизнь предназначена для счастья. Можно... Давайте порассуждаем на эту тему немножко. Смотрите. Я родился в сильных муках. Веды описывают, что ребенок внутри утробы чувствует себя очень тяжело. Он как в клетке, как птица в клетке, 9 месяцев томится. В 7 месяцев от рода он начинает понимать себя, осознавать. Ему очень тесно там начинает... Мать знает, что он начинает ножками там туда-сюда. Ему тесно, ему хочется жить. А жить негде, места мало. Рождение само сопряжено с тяжелейшим стрессом. Ребенок проходит через рядовые пути с большим трудом. Он не дышит в это время. Мы оставляем тело точно так же, с большими муками. Сама возможность здесь получить хоть что-то в этом мире и сопряжена с большими трудностями. Надо выучиться, надо найти жилье, надо найти работу. Столько болезней. Каждого человека четыре вида хронических болезней. Я это точно знаю, потому что этим занимаюсь. Заложено с самого рождения. Четыре вида хронических заболеваний. Люди говорят, откуда у меня это все взялось? С рождения уже заложено, мы должны болеть здесь, в этом мире. Уже заложено то, что мы должны болеть. И при этом мы уверены, что моя жизнь предназначена для счастья. Она не для счастья предназначена. Она предназначена для того, чтобы сдать экзамен. Сдать экзамен. И как ты его сдашь, такова будет твоя жизнь. Надо учиться получать знания. Мы должны получить знания в этой жизни, а не стать счастливыми. Мы требуем счастья, да? Перемен требуют наши сердца. Надо требовать знания, надо работать над собой, пытаться понять, как жить. Тогда сразу совсем другая жизнь начинается. Надо понять, чему стремиться в этой жизни. Потому что люди живут очень просто все. Они бегут туда, куда все бегут. Для всех самая большая ценность – работа. Для меня самая большая ценность – работа. Для всех самая большая ценность – квартира. Для меня самая большая ценность – квартира. Вот, допустим, задайте себе вопрос. У вас отношения важнее вам или квартира? Говорите, отношения. Хорошо. Почему тогда мы не рожаем детей? У нас есть отношения, но негде жить. Значит, все-таки квартира важнее получается. Отношения могут быть и без квартиры своей, так? У меня до сих пор нет своей квартиры. Нормально, у меня хорошие отношения. Ведь я сказал, это ваши сердца многих наполнились страхом. С Леоли Геннадьевича нет до сих пор квартиры. А то у меня тогда какие шансы? Я не ставлю перед собой эту цель. У меня есть другие цели. Я знаю, куда средства, которые приходят ко мне в жизни отправлять, чтобы было больше счастья. Я знаю, у меня есть знания на это. Но и поэтому мне хорошо жить там, где я живу. Хозяйка того дома, который мы снимаем с женой, она звонит и говорит, пожалуйста, оставайтесь, живите у меня. Хочу, чтобы вы жили у меня. Но она не слушает мои лекции. Она православный человек. У нее другая культура, но и она очень счастлива, что мы там живем. Я долгое время нахожусь в стрессе от окружающих меня проблем. Но, с другой стороны, я иногда сама хочу страдать чему-то. Это приносит мне удовольствие. Когда проблема заканчивается, становится неинтересно. Иногда хочется проблем, чтобы показать себя, сделать себе больно. Как вылечить такое мазохистское отношение к себе? Ну, мы хотим жить, правильно? Вот если, допустим, жизнь означает, что мне надо общаться с тем, кто будет мне делать больно, значит, я иду и общаюсь с тем, кто будет делать мне больно. Потому что без отношений нет жизни. Ну, самое лучшее, вообще, самое лучшее – жить одному. Никто тебе не делает больно. Так? Все классно. Почему-то все идут в отношения, все лезут в отношения. Потому что без отношений нет жизни. Жизнь только в любви может строиться, в отношениях. Некоторые говорят о монахе, как. Они у них еще глубже отношений, чем у нас. У них семья гораздо более глубокая и родная, чем у нас. Вы даже представить многие себе не можете, как им хорошо жить друг с другом. Потому что у них в отношениях нет эгоизма. Само желание заниматься сексом рождает жуткий эгоизм. Когда семья создается, люди хотят наслаждаться друг другом. Потому что вот это вот половое наслаждение, оно сильно заволакивает сознание, сковывает человека. Ему очень хочется наслаждаться близким человеком. Это вызывает взрыв эгоизма. Эгоизм начинает расти сильнее, 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 сильнее. В результате чувствительность людей возрастает все больше и больше и больше. И потом малейшее слово неправильное вызывает сильную боль. Но монахов этого нет, потому что они живут чистой жизнью. Вы, конечно, сейчас можете в интернет зайти и искать, искать. Что монахи, гомосексуалисты, там, искать. Вы найдете обязательно, если будете это искать. Но если вы хотите понять, то такие монахи на самом деле, тогда поищите в жизни святых людей что-то, информацию об этом. И вы найдете тоже, что есть чистые и светлые отношения между людьми. И вот это и надо как раз искать нам. Смотрите, если взять весь кинематограф, который сейчас мы видим на голубых экранах, то все там связано с какими-то эмоциями жути и страха. То есть, если есть любовь, обязательно начинают пальцы что-то так расти куда-то не туда, там морда перекореживается. Или еще что-то происходит, кто-то там кого-то зомбирует, кто-то стреляет в кого-то, убивает. Или еще что-нибудь там происходит. Почему это все так? Потому что те, которые снимают кино, они не знают, в чем больше всего потребность человека. Я когда на телевидении уже все договорились, мы хотели сделать передачу по семейным отношениям в Москве. Мне потом просто тот, кто возглавляет канал, он говорит, слушай, ну это не может быть рентабельно просто в принципе, потому что это неинтересно. Вы говорите просто о счастливой семейной жизни, это неинтересно. Вот если бы мы сейчас скандалы устроили, чтобы там теща орала на зядя, чтобы все там умирали от ненависти друг к другу, все будут смотреть. А если просто говорить о любви, о том, как строить отношения, никто не будет смотреть. Это неинтересно. Он говорит, давайте сделайте что-нибудь пожилее. Пожилее означает, кто-то должен кого-то оскорблять, ненавидеть. Почему он так говорит? Как вы думаете? Востребованность. Кто-то считает, что такая востребованность в обществе. Хорошо. Если вы считаете, что это востребованность главной в обществе, тогда я вам задам вопрос. Вот эти люди, которые так считают, они вот такие залы собирают? Нет? Нет. Значит, получается, востребованность какая-то другая в обществе. Люди устали, они хотят сладкого вкуса. Они хотят чистых, светлых отношений видеть. Они хотят видеть, что такое верность, что такое любовь. Они устали смотреть на эту ненависть, злобу, жестокость. Им уже страшно, больно уже смотреть. Но так как они не знают, что им надо, они поэтому включают телевизор и опять смотрят одно и то же. Я слетел в самолете, везде смотрели телевизор. Я не увидел ни одного фильма, в котором бы что-то чистое и светлое провозглашалось. Везде провозглашается во всех фильмах чистое и светлое. Но через что? Через жуткие страдания, боль, невыносимые какие-то ужасные вещи какие-то происходят. Почему? Потому что такой принцип понимания вещей. Так люди видят эту жизнь. Они думают, что счастье приходит через вот эту жуть. Для того, чтобы от секса счастье получить, нужно заниматься половыми извращениями. А иначе счастья не будет никакого. Не считают так многие люди. Но должно быть все по-взрослому. А счастье на самом деле просто любовь. Ну просто вот эти глубокие отношения между людьми дают счастье. Потребности это очень трудно понять. Тем людям, которые занимаются кинематографом, им очень трудно понять, что это станет популярным. Потому что это не сразу станет популярным. Это риск делать такой фильм. Но он потом зажжет сердца людей. Когда Белое солнце пустыни делали, вот этот фильм, он соткан из любви только. Там все пронизано вот этой любовью. Понимаете? То есть, Саид, почему седло мокрое? Стреляли. Уже анекдоты по этому поводу идут. Анекдоты означают любовь. Понимаете? И этот фильм не пропускали. Не хотели, чтобы его показывали. Потому что, думаю, ну что это такое? Там все какое-то такое, странное такое. Все такие, все обнимаются, белогвардейцы с красными. Все друг друга любят. Все смотрят до сих пор. Почему? Потому что там есть вкус. Понимаете? И цель моей лекции донести, это очень важная тема. Жизнь человеческая соткана из вкуса. Понимаете? Вкус это самая глубокая часть жизни. Если взять и корень жизни человеческой, пытаться понять, корень жизни человека – это любовь. И любовь имеет свой вкус. Вот этот вкус любви является самым ценным, что у человека может быть. Смотрите, нам показывают горький вкус любви. Во всех телевизорах, на всех телеэкранах, везде мы видим только горький вкус. Горький, терпкий, соленый, острый. Сладкого вкуса нет? Почему? Потому что нет святости в жизни. Сладкий вкус исходит только от святости. Люди забыли, что такое сладкий вкус, что такое святость. Люди не стремятся к святости, они стремятся к чему-то другому. Понимаете? Результат печальный очень. Очень печальный. Татьяна Аббукадыровна, я так рад вас видеть здесь. Спасибо вам большое, что вы пришли. Итак, мы с вами будем говорить сегодня о очень важной теме. Стресс – это важная тема, потому что она указывает на то, что человек не понял, зачем он живет на этой земле. Ко мне сейчас подошла одна девушка, у нее недавно муж оставил тело, у нее двое маленьких детей. И она находится в стрессе. Если бы у меня произошла такая трагедия, я бы тоже находился в стрессе. И она пришла ко мне, ну как бы, она пришла ко мне просто за отношениями. Потому что она, когда подошла ко мне, она не знала, что меня спросить. Потому что уже все произошло, что еще можно спрашивать. Любимого человека покинул, отношений нет, кажется, кажется. И она говорит, я его не чувствую. Она спрашивает, а он меня чувствует? Я говорю, конечно. Я прям почувствовал тепло от него, заботу от женщины. Люди же не умирают. Жизнь остается навсегда. Человек живет в тонком теле. Если ты хочешь это узнать, ты узнаешь. Я хотел сильно это узнать. Я могу сейчас видеть человека, который оставил тело. И слово «умирает» – это предательство. Говорит, что человек умирает – это предательство. Человек не умирает, он оставляет грубое тело, живет в психическом теле. Потом получает новое грубое тело. Я говорю то, о чем я знаю, потому что я изучаю это не понаслышке. У меня есть методы, дающие возможность это понять. Ну, посмотрите, то есть она подошла ко мне за отношениями, потому что человек в такой ситуации нуждается в самом главном. Нуждается в этой внутренней чистоте сердечной. Но, смотрите, если бы мы строили с самого начала такую жизнь, если человек к святости стремится к этой чистоте сердечной, с самого начала больше всего, то когда близкий человек оставляет тело, то вот это чувство, что что-то недоделано, что-то не так в жизни, что его потеряло, оно не возникает. Она меня спросила, а мы будем вместе в следующей жизни? Возможно. Для этого нужно сдать экзамен в этой. Когда люди вместе? Они не надо ждать следующей жизни. Можно быть вместе в этой. Потому что самые главные отношения начинаются тогда, когда ты не можешь уже человека видеть рядом с собой. Самые главные отношения имеют вкус разлуки. Посмотрите, женщина больше всего любит своего мужа, когда он куда-то уехал. Вот моя жена больше всего меня любит, когда я уезжаю. Я уехал, и я сейчас думаю о ней, смотрю в ее сердце, она ждет. Это вкус очень большого счастья испытываю. Но когда я приеду, меня уже никто не будет ждать. Смотрите, мы когда разлучены, мы больше любим друг друга, чем когда мы вместе. Но мы не хотим разлуки. Мы говорим, я хочу рядом с ним быть. Женщина меня спросила, она меня спросила на самом деле, а мы вместе или не вместе? А это все зависит от того, как ты живешь. Потому что, смотрите, мы же как хотим быть вместе? Мы хотим наслаждаться друг другом, означает, и нужно присутствие человека. Служить человеку можно без присутствия или нет? Можно. Можно желать ему счастья в своем сердце, заботиться о нем, благословлять его. Делать для него очень многие вещи можно в своем сердце без его присутствия. Но наслаждаться человеком без его присутствия невозможно. Для этого нужно, чтобы он что-то сам делал для меня. Но счастье находится в сфере моих действий, моих. Не действий этого человека ко мне, а моих действий. Это я должен что-то сделать, чтобы счастье возникло в моей жизни. Но мы об этом не знаем. Нам кажется, что для меня кто-то должен что-то сделать. Тогда я буду счастлив. Кто-то меня должен взять замуж. Это неправильное мышление. Почему женщины сейчас одинокие, много одиноких женщин? По статистике мы проводили статистикой с Ватимой Абукадыровной. Проводили статистику здесь. Здесь 38% людей, которые приходят на лекции, не женаты, не замужем. Женщин больше, как ни странно. Хотя и для них семья более важна. Женщин больше. Только 35% всех людей, которые приходят на лекцию, имеют семью. Нормальную семью. Потому что 10% не имеют нормальной семьи. Они не расписаны. Это означает, что они не верят друг к другу. Почему люди не расписаны? Вот кто из вас не расписан, но верят друг к другу? Поднимите руку. Есть такие люди? Вы. Но если вы верите друг к другу, почему вам не расписаться? Не знаете? А я знаю. Надо просто идти и расписаться. Попались. Да, люди верят друг к другу, они дают клятву перед государством, перед церковью. Тогда это означает вера. Вера означает клятва, это не означает просто жизнь. Почему столько одиноких людей? Как вы думаете? В чем причина? Потому что все одинокие люди хотят, чтобы их любили. Одиночество. Что значит одиночество? Означает я хочу. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. То есть, я хочу, чтобы меня любили. Ну вот хорошо, если ты хочешь быть с ним, служи ему в своем сердце. Женщина должна начать служить всем. Она должна как женщина себя вести. Вот кто такая женщина? Давайте два варианта возьмем. Женщина это та, которую все должны смотреть, любить ее должны. Один вариант. Второй вариант. Женщина это та, которая заботится обо всех, всем улыбается, всем все делает приятно. Она создает отношения. Ваш эгоизм же, дорогие мои женщины, выбрал первый вариант. А ваше сердце и ваше счастье, ваш разум выбрал второй вариант. Как определить, где разум, где эгоизм? Эгоизм выбрал первый вариант. Он сказал, я хочу, чтобы меня любили. А разум, то, что дает счастье человеку, понимание правильных вещей, выбрала второй вариант. Я хочу служить, но не могу. Мне тяжело готовить, мне тяжело стирать, убирать. Мне тяжело общаться со всеми, улыбаться. Очень тяжело. Тяжело очень. Пускай сами мне улыбаются, тогда я буду им улыбаться. Вот это тяжело, оно знаете, от чего идет? От того, что я не понимаю, где моя жизнь настоящая протекает. Я не понимаю этого вопроса просто. Моя жизнь настоящая протекает там, где я могу быть женщиной по природе. И женщина, как статуэтка такая красивая, которая все улыбается. Женщина по природе. Которая действует как женщина. Допустим, Золушка, смотрите, ее никто не любил. Никто не любил, но все любили одновременно. Да? Сердце, судьба тяжелая, но мы все любим Золушку. Она очень хорошая. Даже Дисней решил под Золушке снять свои там эти мультфильмы. Золушку одели в современное платье, часы на нее напялили. Дали ей мужика такого крутого. Ну и все, Золушка поменялась. Золушка осталась Золушкой. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что есть женщина, женская природа служения. Она очень смиренная сама по себе, кроткая такая, чистая, верующая. То есть женщина по природе очень чистая. Она очень склонна доверять, верить. Она очень тактичная, чувствительная по природе. Она готова заботиться очень качественно. Такова природа женщины настоящая. И когда имеешь дело с такими людьми, с настоящими, хочется полностью доверить таким людям свою жизнь. Теперь у меня к вам, женщины, вопрос. И вы знаете, что вы такие. Каждая женщина знает, что она такая, что она может хорошо готовить с любовью, чувствительно, качественно относиться к человеку. Есть одна такая необходимость здесь. Какая необходимость? Нужно, чтобы была любовь. Некоторые ответили, нужно, чтобы он меня любил. Нет. Вот этот ответ неправильный. Нужно, чтобы он меня любил. Потому что любовь имеет женскую природу. Любовь – это женская энергия. Он не может любить, если ты не делаешь то, что создает любовь. Теперь у меня тогда вопрос второй. А где вот взять эту силу, которая дает возможность всем так вести себя по-женски со всеми? Где взять эту силу? От мужчины? Вы ошиблись. И ошибка эта, которую вы сейчас сказали, может, стоит вам тяжелого стресса. Это не то, что я вас пытаюсь угрожать, что-то я говорю, то, что я знаю, мое знание. Я уже вижу два стресса в вашей жизни, два тяжелых ситуации, когда вы поверили, поверили и больше ничего. Понимаете? И больше ничего, потому что эти силы настоящей любви берутся только от святости. От святости означает, святость означает только одну вещь – отношение с Богом. Без Бога не бывает святости. Если кто-то скажет, я знаю святого человека, но в его культуре, традиции духовной нет понятия Бога. Ну, то есть, это святой человек, но он поклоняется не Богу, у него нет понятия Бога. Нет понятия Бога – нет святости. Святость может исходить только от личности, понимаете? Личности. И в этом заключается незнание, невежество в чем заключается, что мы предаемся отношениям с мужчиной, с друг другом. От нее эти отношения по своей природе порочны. Вот смотрите, мужчине что от вас надо? Ему нужно наслаждаться вашим телом. А ваше тело стареет постепенно. Значит, наслаждение будет гаснуть. С самого начала уже заложено то, что будет разруха. Понимаете? А если вы доверяете не мужчине, а Богу и святости, то вы начинаете чувствовать очень чистый, сладкий вкус отношений с чистотой. Вы читаете о Священной Писании, о жизни святых людей. И в своем сердце культивируете отношения с этой сладостью. А сладость движет вами. И когда вы наполняетесь таким сладким вкусом отношений со святостью, вот вы сейчас слушаете меня, ничего не понимаете, о чем я говорю. Но вы должны понять в течение лекции. В этом цель вашей жизни. Вот, когда вы вот с этой святостью отношения начнете свои строить, тогда от вас будет исходить такой нектар, который сделает мужчину счастливым с вами на всю жизнь. Но вы всю жизнь должны Бога ставить выше мужчины, всю жизнь. И тогда вы будете для Него недоступны. Потому что мужчина может любить только ту цель, которая никогда недостижима. Женщина должна быть всегда тайной. Тайна означает, что ее сердце принадлежит не мне, а Богу. В этом тайна заключена. Такая женщина выглядит очень недоступной, очень чистой, очень светлой, очень глубокой. Вы скажете, а как же он меня тогда будет любить, если мое сердце Богу будет принадлежать? Я же и тогда предательница. Нет, наоборот. Наше сердце становится настоящим, когда оно принадлежит не друг другу. Два человека друг на друга должны смотреть в жизни. Они должны смотреть вперед. Вперед означает на святость. Вот смотрите, допустим, представьте ситуацию. Я смотрю на близкого человека. Означает, я жду от него всего, жду от него отношений. Потому что смотреть куда-то означает ждать. Понимаете, смотрите, есть одна проблема. Мы нуждаемся в отношениях. Человек не может просто так жить, чтобы он давал, а назад не возвращалось. Это невозможно. С точки зрения бескорыстия, это хорошо так жить. Но так жить невозможно. Потому что душа хочет отношений. Она хочет, чтобы возвращалась назад. Понимаете? А когда, допустим, я... Вот проведите эксперимент. Я подхожу к близкому человеку, отдаю ему всего сердца, все свое сердце. Какой ответ будет? Хороший, но меньше. Меньше. То есть я не получу назад столько же, сколько я отдал. То ли он тормознул, то ли что-то произошло. Но он не смог вовремя как бы среагировать на мое послание вот этого любви. Так? Муж идет домой с цветами. Раз, жене цветы. Она так, ой, цветы, такая, такая счастливая. Потом смотрит, четное число. Или почему не тот цвет? Ну, как бы цвет этих цветов, он в сердце находится. Он несет любовь. Он не несет эти, как бы, бумажки, которые красиво пахнут. Он несет любовь. Но она сначала увидела любовь, а потом она забыла про это. Потому что наша природа неполная. Мы не являемся способными отдавать полностью сладкий вкус назад. Понимаете? Все равно в этих отношениях друг с другом у нас не будет полноты. Мы можем отдавать назад только часть того, что нам дали. Но когда ты обращаешься к Богу уже с этими цветами, ты получишь назад, вот сюда в сердце. С алтаря тебе два букета не принесут. Но в сердце назад ты получишь полноту. Ты получишь полный вкус. Вот смотрите, я сейчас читаю лекцию просто, да? Вы получаете полный вкус. Я получаю полный вкус. Об этом не надо было мне говорить, потому что от этого вкус стал уже меньше. Но знания больше. И это происходит не потому, что я такой хороший. Попытайтесь это понять. Я был сейчас в одном месте, где люди собрались, 250 человек, на целую неделю для того, чтобы слушать только о святости, только о Боге и только молиться. У нас не было разговоров о семейной жизни, не было разговоров о мужьях и женах. Мы говорили только о чистоте и находились в очень возвышенном чистом месте святом. Понимаете? И так как я сейчас нахожусь под впечатлением таких отношений, этот сладкий вкус распространяется. И он дает ощущение счастья на лекции. Так должна строиться жизнь человека. Понимаете? Сколько мы отдали туда своей жизни, столько будет счастья. Счастье это результат самого главного, к чему мы должны стремиться всем своим сердцем. Но у нас сердце не стремится к святости. Оно не хочет, оно хочет денег, женщина хочет ребенка, мужчина хочет хорошей зарплаты и так далее. У нас само собой, естественно, нам хочется чего-то другого. И мы думаем, вот это и есть то, что надо на самом деле. Но разумные люди, они смотрят в корень. А корень какой? Вот я подхожу к богатому человеку, у меня есть много знакомых, богатых людей. Я говорю, ты счастлив, у тебя много денег. Он говорит, во-первых, у меня немного денег. Потому что денег никогда не бывает много. Хочется всегда больше и больше и больше. Он говорит, во-вторых, я начинаю чувствовать, что что-то я не то делаю. Вроде бы у меня все есть, но что-то не хватает. Вот, допустим, смотрите, в самолет, в котором я летел, там было много бизнес-класса. Бизнес-класс, он означает, хорошая обслуживание, с тобой бегают, там... Себя пыль сдувает. С одной стороны, хорошо, приятно. Но я сидел рядом с человеком, который был на той же программе духовной, на которой я был. Мы сидели рядом, в самолете было 300 человек. Еще два человека было на этих программах во всем самолете. Но Бог посадил нас рядом для того, чтобы мы продолжали испытывать этот сладкий вкус отношений во всем самолете. Теперь у меня вопрос, у кого был бизнес-класс? У того, кто сидел там и вот так вот, и он вот так вот. Но он испытывал сладкий вкус отношений со своим телом. Вот что там сладкого? Оно постоянно пукать хочет и кушать, и воняет. Его мыть надо каждый день, чтобы оно нормально пахло. Вот. Что сладкого-то там в отношениях с телом? Ну, нужно, тело это хорошо, никто не против. Но есть же и другие отношения, еще более высокие. Когда мы с ним беседовали о чем-то возвышенном, люди вокруг замерли. Некоторые перестали смотреть телевизор. Их притянуло, они начинали... Они ничего не слышали, о чем мы говорили. Мы тихо говорили. Но они смотрели. Они впитывали сладкий вкус, потому что все нуждаются в сладком вкусе. Все хотят сладкого вкуса. Никто не хочет просто сидеть и балдеть в самолете. Мы летим в самолете с вами, нашей жизнью. Жизнь заставляет нас работать, кормить семью, думать о своей судьбе, думать о том, как же мой близкий человек исправится. Когда он исправится уже, Олег Геннадьевич, ну когда? Неизвестно вообще. Сколько можно уже так жить? Потому что это означает что? Это означает то, что есть экзамен. Сегодня организаторы вот этой лекции подбежали ко мне. О, Олег Геннадьевич, все так плохо. Вот Ирина, которая организовала эти лекции, она заболела. Зал занят. Я смотрю на девушку эту, говорю, ну все хорошо же. Все хорошо. И она такая успокоилась, слава Богу, Олег Геннадьевич. Я считаю, что все хорошо. Само по себе, что мы можем вместе собраться, это очень хорошо. Это неплохо. Это означает, что в этом мире еще есть то, что может приносить сладость. Что есть еще то, что может давать очень глубокие отношения. Что этим дебилизмом, который сейчас показывают по телевизору, наша жизнь не заканчивается. У нас есть другое, что-то более светлое, что мы можем получать. Мы можем быть вместе. Нам предоставили этот зал, в конце концов, с опозданием небольшим. Почему опоздание? Потому что такой период астрологический идет. Сейчас всем тяжело. Предсказания же были, да? Мы сейчас на пороге великих событий происходящих находимся, да? Как люди говорят. Я серьезно проанализировал, как бы, вот это вот предсказание. Я серьезно проанализировал, я начал молиться, медитировать на него. Я четко вот увидел, увидел, в чем заключается разруха 21 декабря. Разруха заключается в том, что те люди, которые поддались на эту провокацию, что будет конец света, у них внутри будет кульминация страха и кульминация психического напряжения в этот день. И таких людей будет на земле очень много в этот день. В этом заключается конец света. Понимаете, конец света означает в данном случае, что люди, они будут ждать вот смерти в этот день. Хотя смерти нет на самом деле. Если говорить о конце света, то по статистике, несколько человек в этом зале оставят тело в следующий за один год. Может быть я, не знаю точно кто, но кто-то из нас в следующий год оставит тело по статистике. Какова статистика? Один-два человека обязательно. Вы говорите, ну не я точно, думаете, да? Я не планировал. С этой точки зрения конец света постоянно происходит. И что, беспокоиться об этом? Мы живем не для того, чтобы беспокоиться о своей жизни. Мы должны беспокоиться о том, живем ли мы. Потому что, когда человек живет на самом деле, он ни о чем не беспокоится. Хотите, я вам скажу правду. Священно-ведические писания описывают жизнь человека, который живет на самом деле. Он не боится смерти. Потому что, когда он думает о своей следующей жизни, у него такое блаженство внутри наступает, что он чувствует благодать, он чувствует, что следующая жизнь будет лучше, чем это намного. Кто из вас мне не поверил, поднимите? Спасибо вам за искренность, потому что остальные все тоже не поверили, но не подняли руку. Поверить можно только в то, что ты видел своими глазами. Я жил в святом месте несколько лет и ухаживал за людьми, которые приезжали туда оставлять тело. Это необычные люди приезжали. Они всю жизнь занимались серьезной духовной практикой. И когда они оставляли тело, были одни и те же признаки. Они оставляли тело в ясном сознании, в постоянной молитве. Когда они оставляли тело, в этот момент, когда душа выходит из тела, на теле замирала улыбка. И перед уходом обязательно за один день были божественные видения. Несколько вариантов того, что я видел. Жена находится рядом с мужем, который, как мы говорим, умирает от рака. На самом деле он не умирал от рака, он просто переходил из одной жизни в другую, более светлую. И за день до ухода он говорит, звонит мобильный телефон, возьми, пожалуйста. А жена говорит, он не звонит. А он говорит, нет, он звонит, дай мне мобильный телефон. Он берет мобильный телефон и говорит, да, я понял, я готовлюсь. И когда она спросила, с кем ты говорил, он говорит, я говорил со своим духовным учителем. Он сказал, что очень скоро ты придешь ко мне, готовься прямо сейчас. В своем сознании, готовься прямо сейчас. На следующий день он говорит жене, слушай, я вижу такую благодать. Я вижу такую благодать. Открой окно, посмотри, какая благодать вокруг. Она открывает, говорит, ничего не вижу. И он посмотрел на нее, говорит, ты не видишь, ты не видишь. И его глаза расширились от счастья. Слезы протекли из глаз от счастья. И он в этот момент оставил тело. Это то, что я знаю, потому что я был свидетелем этих событий. И таких событий я видел много. Понимаете, эта жизнь, она бывает разной у разных людей. Одни живут для квартиры и машины и оставляют тело совсем в другом состоянии, в котором психика трясется от ужаса неправильно прожитой жизни. Ужаса неправильно прожитой жизни. Вот в этом самый главный ужас заключается человек. А не в том, что будет конец света. Конец света – это конец света для темных и конец тьмы для светлых. Этот день будет ключевым, понимаете? Люди поймут, что никакого конца света нет, есть просто неправильная вера. Когда люди верят в конец света, то это не вера, это не способ жить. Они поверили в конец света, и у них кульминация жизни в этот день произойдет. Они увидят, что никакого конца света нет, а есть конец неправильного мышления. Им захочется думать правильно после этого, захочется как-то по-другому устроить свою жизнь. А другим не захочется. Они будут думать, может быть, ошибка в расчетах. И им помогут, им скажут, да, на самом деле была ошибка в расчетах, конец света переносится через 4 года. Как раз тот срок, который можно подождать. Когда начинаются тяжелые события в жизни, есть предвестники. Так, допустим, слово о полку Игореве. Там ворон черный крутится, тучи, солнце затмевает, затмение солнечное происходит, тучи вокруг, шакалы воют, животные становятся агрессивными. Хорошие животные, такие как коровы, перестают давать молока. Агрессивные животные, такие как волки, начинают очень активно себя вести. Люди плохие становятся безобразно, себя ведут очень. Таких признаков должно быть очень много. Допустим, я сегодня ехал в метро для того, чтобы попасть в гостиницу. И помощник, он очень быстрым шагом шел, и прямо шел на группу молодых людей, которые готовы были всех порвать. У них настолько агрессивное настроение было. Я говорю, ты куда идешь, брат? Жизнь человека дороже, самый дорогой большой дар. Зачем ты ей рискуешь, для чего сейчас? Он говорит, извините, я что-то так в страсти нахожу. Мы остановились, подождали, когда они отодвинулись от нас, и пошли дальше. Зачем рисковать своей судьбой? Вот эти люди, они орали, такие, а-а-а-а, вот так вот на все метро. Очень несложно было понять, что туда не надо идти. Некоторые люди, даже не обладая большими психологическими способностями, подальше от них держали. Люди шли, проходили мимо. Таких признаков должно быть очень много. Видите, этот признак указывает на то, что все-таки тяжелое время наступает. Но оно не будет долго длиться. Надо сейчас быть аккуратнее. И вот эта лекция по стрессу, она очень хороша в это время, потому что, естественным образом, когда такой период астрологически наступает, все люди, само собой, находятся в стрессе. Вот вы сейчас немножечко все находятся в стрессе. У каждого по своей причине есть. Вы не находитесь. Ну, слава Богу. Не все, ну, почти все. Кому сейчас тяжело поднимите руку? Так немного. Значит, не будет никакого конца света. Если бы был конец света, все бы сейчас подняли. Много предвестников. Тучи черные, вороны кружат, орут, там собаки воют. Ну, мракобесие начинается. Когда начинаются тяжелые события, все злые люди выходят на улицу, начинают воровать, убивать. Такое в городе начинается, что мама дорогая. Ничего такого не происходит же, правильно? Значит, все нормально. Но в сердце у многих происходит. Они боятся, у них страх внутри. Вот это и есть то, что должно произойти. Это внутренняя вещь. Не наружная, а внутренняя должна произойти. Так, небольшое было вступление. С вами чуть-чуть пообщались. Как бы тем... А? Как? Да, да, потопы. У нас тоже был потоп. В Краснодарском крае очень много людей погибло. Цифра, я знаю примерную цифру, не говорится в средствах массовой информации. Почему? Потому что страшно цифры, на самом деле. Много людей погибло. Ну, что такое конец света? Это когда все погибают. Почти все. Очень много. Вот в Японии был конец света, когда две атомные бомбы взорвали. Был конец света настоящий. Два города людей погибло полностью. Ну, ничего такого уже нет, правильно, сейчас. Никто... Атомной ядерной войны нет. Так? Эпидемии есть. Бывают массовые эпидемии. Такие спускаются на землю, что люди, как мухи, мрут. Городами целыми. Такого нет же сейчас? Все нормально? Итак, наша тема сегодня — это преодоление стресса. И основывается она... То есть я буду говорить о том, как эту тему воспринимает древнее знание. Сразу возникает вопрос у многих. Почему не современная наука? Почему древнее знание? Я не против современной науки. Я недавно имел дело с очень хорошими учеными. И у меня сложилось очень хорошее впечатление о людях, которые занимаются наукой. Я сам тоже погрузился немножко в эти научные все исследования. Там, поизучал это все. И я пришел к выводу, что в науке есть много хороших людей. Вы понимаете, главная часть исследования, которую мы должны проводить, исследовательской работы, она должна исследовать, в чем заключается суть человеческой жизни. Если мы занимаемся наукой, то почему бы нам не поизучать самое главное? И если углубляться в это самое главное, то становится очевидно, что суть человеческой жизни, она стоит выше материи. Потому что вопросы любви, любовь, она нематериальную уже природу имеет. Очень трудно дать чисто такое техническое определение любви. Что такое любовь? Уже трудно. Ученым очень трудно это сделать. Я недавно выступал перед серьезными учеными, и один ученый меня спросил, дай определение, что такое дух. Мне было очень трудно научное определение дать этому термину. У меня было определение. Я не хотел, если бы я его там сказал, все. Мои отношения с научными кругами были бы закончены. Вот, я не стал его говорить. Почему? Потому что это уже, видите, это не сфера науки. Интересно, смотрите, что самое главное, с чем мы сталкиваемся в своей жизни, это вопрос, есть ли жизнь после смерти, есть ли любовь, это самое главное в жизни, почему мы не можем исследовать эту тему? Потому что никакие приборы не могут измерить любовь. Почему мы не можем исследовать, будет жизнь после смерти или нет? Никто не может это, ни один прибор не может это определить. И поэтому наука занимается чем-то другим. Но вот это самый главный вопрос в нашей жизни. Для чего я живу на этой земле? Если для того, чтобы устроиться здесь получше, то почему тогда, если я устроилась уже, мне не стало хорошо, надо задать себе этот вопрос. Почему я несчастлива еще, хотя у меня нормальное положение в обществе получше, чем у других? Почему я до сих пор еще несчастлива? Я, этот вопрос каждый человек должен себе задать, потому что цель человеческой жизни оказывается другая. И она находится в сфере, которую мы часто пренебрегаем. Мы думаем, что вот это слово «дух», его не надо как бы сильно произносить, потому что это непознаваемо. Но есть разные способы познавать. И поэтому я обратился к древнему знанию, потому что там был признан определенный способ познания. Сейчас в нашей науке нет этого способа познания. Конечно, я не буду сейчас блистать научным способом подачи материала, потому что я обращаюсь к древнему знанию. Древнее знание говорит, что знание такое о любви, о душе, о чистоте человеческой, о святости может быть принято только от святого человека, не от эксперимента. Это не экспериментальная наука. Смотрите, совсем другой вид науки. Эта наука основывается на свидетельствах. Наша наука тоже основывается на свидетельствах. Это факт. Статистика является свидетельством. Провели статистику, люди просто говорили о том, как они считают. Не говори, у меня улучшились отношения. Это наука. Видите, это статистика. Тоже это свидетельство людей является статистикой в нашей науке. Но какие свидетельства? Вот смотрите, если мы возьмем такой вариант свидетельства, человек говорит, есть высшая любовь. Один военноставник, которым постоянно молюсь в своей жизни, он имел отношение с теологами. То есть собралось большое количество теологов, и он выступал перед ними. Они специально на него посмотреть пришли. И он говорит, вот вы как бы ученые, теология означает наука о Боге. Наука о религии, да? О Боге. Религия означает поиск, есть Бог или нет. Говорит, вы ученые, вы изучаете Бога. Есть какие-то приборы, которые могут его исследовать? Нет. Тогда как можно исследовать, есть Бог или нет? Какой способ только исследования? Какой способ мы можем взять? Вот этот вот способ свидетельства. Так? Люди говорят, мне помогло, у меня улучшились семейные отношения. Это дает возможность проводить статистику. Потому что, опять же, проводились исследования, научно, на которых оказалось, выяснили, что самооценка человека указывает на правильное понимание вещей. Понимаете? То есть проводились исследования, в которых выяснили, что вот человек как считает, что у него хорошее здоровье, это и означает, что у него хорошее здоровье. Самооценка очень сильно показывает правильную суть вещей. Понимаете? В науке это признано, вот этот факт признан в науке. И можно проводить статистику в результате. Но этот человек, он обратился к ученым с такой фразой. Я являюсь свидетелем, есть Бог или нет. Вы готовы слушать мое свидетельство сейчас от меня? Я вам буду объяснять, кто такой Бог, потому что я свидетель. Я имею с ним отношение. Вы готовы слушать сейчас меня об этом? Поднимите руку, кто готов слушать. Никто не поднял руки. Я про ученых говорю про ту ситуацию. Я не про себя сейчас говорю. Могли неправильно меня понять. Я не квалифицирован так общаться с вами. Потому что я не являюсь свидетелем. Надо быть честным человеком в этих вопросах. И так они не подняли руки. И он говорит, ну хорошо, вы теологи. Когда так, как вы тогда будете изучать эту науку, если вы не принимаете свидетельство? Какие у вас методы исследования? Они тоже не смогли ничего сказать. Такой у них был разговор. Видите, ведическое знание, оно приняло это свидетельство, что есть святые люди, которые объясняют, как жить. На основе их объяснений. То есть, что такое святость? Опять же, это изучается. Оно основывается на свидетельстве жизни человека. То есть, не каждый человек может так жить, как они живут. Это не касается только вед. Допустим, в православии тоже изучал эту тему. Если к лику святых причисляются не все, свидетельства их жизни указывают на то, что они святые. Это наука или нет? С точки зрения современной науки может быть и наука. Можно сказать, это бездоказательно, что они святые. Почему их причисли к лику святых? Но с точки зрения древней науки, это наука. Потому что есть разные способы исследования, понимаете? И этот способ не признан современной науке, что есть свидетельства святых людей, которые говорят, есть Бог. Которые говорят, есть чистота человеческая, есть святость. Есть правила жизни определенные. Есть цели жизни. Есть суть жизни. И они объясняют, что это такое. Я изучаю это все. Почему? Потому что я хочу быть честным перед собой. Я хочу изучать самое главное. В чем честность моя заключается? Я бы мог все, что угодно изучать. Есть примеры, когда люди изучают докторские диссертации, потому сколько чешуек у змеи на шкуре. Считают, изучают виды породы змеи. И доказывают, что нет, вот столько чешуек, нет. Вот эта порода такая-то. Но я не хочу это изучать. Для жизни человеческой не так важно, сколько чешуек у змеи на теле. Не имеет принципиального вопроса в нашей жизни. Но есть принципиально важные вещи. Что является сутью человеческой жизни? Любовь. Зачем человек живет, чтобы любовь стала чистой? Кого надо любить? Прежде всего, Бога. Как это понять с помощью отношений со святостью? Кто такие святые? Это те, кто посвятили свою жизнь самому главному. И живут для этого уже. Как определить, что они святые? По тому сладкому вкусу, который находится в их сердцах. И по той сладкой жизни чистой, которую они ведут. Как так научиться жить только через отношения с ними? Почему я нахожусь в стрессе? Потому что у меня не хватает в жизни самого главного. Я не понимаю самого главного. Я стремлюсь не к тому, поэтому я сильно напрягаюсь. Стресс – это естественная реакция нашей судьбы. Она нам показывает, что ты не туда идешь. Снег в башка попадет, больно будет. Туда не ходи, сюда ходи. И напряжение. Почему я напряжен? Потому что я иду не туда. Поэтому так сильно напряжен. Когда пойду туда, меня сразу расслабит. Так сердце человека подсказывает, куда надо идти. Легко понять, куда идти, если ты слушаешь его. Но чтобы его слушать, надо понять, что надо так жить. Есть разные способы. Можно это делать интуитивно, метаясь. А можно делать с помощью знания. Знание – это тоже жизнь. Некоторые люди думают, что знание – это просто мы сидим и болтаем. Надо что-то делать. Мы, когда были вот в этом месте святом, мы сидели и общались просто. Была беседа, и была молитва, и совместное воспевание. Имён Бога. Это жизнь или не жизнь? Это самое высшее проявление жизни человека. Вот мы сейчас с вами живём самой качественной жизнью. Мы общаемся о самых важных вопросах, с вами говорим. Ваши сердца чувствуют это. Вы ждёте от меня чего-то важного. Я боюсь пока вам говорить, потому что чувствую, что вы не готовы. И сейчас так течёт наша лекция. Мы в этом ключе находимся. Итак, смотрите. Очень важно, первое, что важно понять, что суть человеческой жизни основывается на том, откуда исходит жизнь. Веды говорят, то есть их свидетельства я принимаю за основу своей беседы. Я вам сказал, почему. Потому что эти темы не могут обсуждать те, которые не понимают, что есть другие виды науки. Ну то есть могу ли я, допустим, понимание, что такое любовь, основывать на психологической мысли своей? Нет. Почему? Потому что если психолог сам, вот смотрите, давайте будем судить. Человек говорит о любви всю жизнь, но у него нет нормальной семейной жизни, нет нормальных отношений ни с кем. Он очень напряжён, там замкнут, у него какие-то там извращения. И он при этом изучает глубочайшую тему любви и пишет об этом научную работу. Является ли эта научная работа той, которая должна быть подвержена серьёзному изучению? Нет. Почему? Потому что он не знает тему. Он написал всё очень красиво, факты подтверждены, всё, но тема неизвестна человеку. Почему? Потому что эта тема, она говорит уже не о том, как совокупляются эти инфузоры и туфельки. Она говорит о нашей конкретной жизни и в том числе жизни этого самого человека, который описывает эту жизнь. Но смотрите, с другой стороны, есть люди, которые живут так, что они счастливы, они испытывают глубокую чистоту в отношениях, они всех любят, они уже, в их глазах уже есть свет вечности. Почему бы нам не послушать их на эти темы, что такое любовь, что такое смысл жизни, почему бы нам к ним не обратиться, к таким людям, которые эту тему знают? Вот такое таково моё мышление. Я так начал мыслить, потому что жизнь коротка, времени очень мало, зачем тратить зря его, надо обратиться к сути, пускай я не буду признан, допустим, как серьёзный учёный, ничего страшного, мне надо прожить свою жизнь честно, это самое главное. Итак, суть такова, что я, корень моей жизни, я, это душа. Душа, это, что это такое, скрываешься, я не понятно, что такое душа вообще. Душа, это я, вот вы чувствуете себя как-то, нет? Вы чувствуете себя, вот я, как будто, румяная? Нет, вы не румяная, вы румяная, да, но пройдёт немного лет, там лет 30-40, и вы уже не будете такой румяной. С точки зрения тела, как бы всё сморчится, но сердце вы останетесь румяной, и расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Вот, понимаете, сердце от человека остаётся румяным и пушистым, если он верит, что он душа, а если он верит, что он старуха, тогда всё уже, жизнь закончена. Смотрите, пожилые люди бывают двух категорий, одни очень несчастные, поэтому они всех пилят вокруг, а другие очень счастливые, и поэтому они всем дают любовь. Как вы думаете, в чём разница заключается этих двух категорий людей пожилых? Да, первые считают, что я старею, гады такие, не понимают, как мне тяжело жить. Всех пилят. Вторая категория. Это те, которые отказались от этой идеи, что я старею. Они больше уделяют чистоте человеческой, духовности в жизни. И в результате они начинают чувствовать себя такими счастливыми внутри. и они выглядят очень красиво, такие люди пожилые. Им хочется быть рядом с ними, не хочется никогда покидать их общество, потому что они очень цены, такие люди. Когда они оставляют тело, все плачут очень сильно в разлуке, потому что такой светлый человек ушёл. Но с точки зрения тела, он уже весь сморченный был в это время. Тело совсем не функциональное, его не поцелуешь уже, не обнимешь, оно всё такое дряхлое, сморченное, но с точки зрения понимания вещей, оно светлое, красивое, чистое, радостное, глубокое. И так хорошо с этим человеком рядом было жить. Чувствуете разницу понимания вещей? Теперь женщины скажут, что делать с красотой тогда? Она нужна вообще или нет? Нужна, очень нужна. Женская красота это очень самая востребованная вещь в обществе. Потому что там находится любовь. Ну а её надо переводить снаружи, внутрь. Потому что она всё равно же будет уменьшаться со временем. Так лучше тогда её сохранить. Как её сохранить? Надо больше о святости думать женщинам, больше о чистоте, больше учиться развиваться, как чистое отношение учиться строить с близкими людьми. Женщина соткана из этого желания. Ей хочется так, чтобы так было. Надо понимать, что это значит. Это значит, что я получаю чистый вкус отношений со святостью и даю его близким людям. В результате старости нет, она пропадает. Видите, душа это то, что не стареет. И так душа имеет вечную природу, она не стареет. Она испытывает счастье от того, что она не стареет. Когда человек понимает, что он не стареет, вот я не старею, например. Это очень радостно. Меняется отношение. Раньше девушки на меня смотрели или типа не дотягивает или типа дотягивает. Вот так два варианта было взглядов. А теперь они на меня смотрят по-другому, уважительно очень. И это вот такой взгляд мне больше нравится. Или они не понимают, они смотрят не понимают. Чего он такой, что он хочет вообще. Это тоже мне нравится. Это означает, что человек чувствует, что-то есть, а чего непонятно. Уж лучше так, понимаете, чем вот это вот дотягивает, не дотягивает. Уважение это лучше, чем просто оценка человека, понимаете. Уважение означает, что есть глубокие отношения уже с самого начала. Мы должны смотреть друг на друга, с позиции уважения, а не с позиции того, подходит, не подходит. Как собаки, они снюхиваются, знаете, с этой снюхалась, с этой не снюхалась. Это телесные отношения собачьи. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Вот. Понимаете, мы не должны собачьей жизнью жить. Не надо снюхиваться. Надо учиться уважать. Уважение это признак духовной энергии. Учиться уважать людей. Вот смотрите, один вариант. Нравится, не нравится, нравится, не нравится, нравится, не нравится, нравится, не нравится. Не имеет значения. Имеет другое значение, другая вещь. Я хочу служить этому человеку. Я хочу, чтобы его красота стала доступна моим глазам. я хочу видеть его красоту в своем сердце. А это возможно, если ты служишь красоте человека. Ты служишь красоте, она становится доступной. Служишь красоте другого, она становится доступной. Служишь красоте третьего, она становится доступной. Так человек строит свои отношения. Но служить красоте означает уважать. Это не означает оценивать человека, означает уважать. Это совсем другая вещь. И это означает вечная вещь, понимаете? Это уже с душой имеет отношение. Потому что вот уважать человека означает энергия знания. У души есть знание. В чем знание души заключается? Душа знает, что в другом человеке есть чистое и светлое. В этом ее знание. Если мы видим недостатки человека, это не духовная энергия. Да не душа видит, это моя судьба видит. Моя судьба заставляет меня столкнуться с этим человеком, с помощью... Мой недостаток сталкивается с его недостатком. Получается несчастье. Ну, получается экзамены в жизни. Понимаете? Не надо поддаваться на эти провокации. Каждый день надо садиться и начинать со святостью отношения устанавливать. Со святым человеком помолилась, допустим, или святощенному писанию, святому имени. Разных традиций духовных, разные способы это делать. Но идея одна и та же. Смотрите, мы берем, что мы делаем? Мы настройки перезагружаем систему. То есть мы настраиваем себя опять на то, что мы хотим в близких людях видеть самое лучшее. Не то, что как бы судьба показала, не то, что я увидела в отношениях в реальных. А это нереальные отношения. Вот эти все... Вот это весь дурдом, в котором мы сейчас находимся, это нереальные отношения. Это действие кармы или судьбы. Реальные отношения находятся в сердце. Вы скажете, не верю, не верю, Олег Геннадьевич. Реальные отношения, это то, что мой муж пьет, изменяет. Нет, это реальность. А все остальное нереальность. Хорошо, когда ваш муж оставит тело, останется только реальность. И вы не будете думать о том, что он пил, курил и изменял. Вы будете думать о том, что я не смогла отдать ему свою любовь. Будете плакать. Останется только реальность. Реальность означает чистое, светлое чувство к человеку. Все остальное это просто наваждение. Поэтому давайте учиться реальными быть. Реальными означает понять суть. Итак, первая суть. Мы хотим быть молодыми. Мы не хотим быть старыми. Старый – это тот, кто думает, что он тело. Мы хотим всегда любить людей независимо от того, как смотрят на мое лицо. Вот, кстати, я заметил, что те люди пожилые, которые находятся на платформе «Я душа», никто не заменяет чай от их лица. Никому не нужно их лицо. Все с ними относятся очень глубоко в отношениях их души, их сердца. Никому не нужно их лицо. Это второстепенная вещь, как оказалось. Даже у женщины. Можно сделать очень макияж крутой. Маски шоу будут крутые очень. Но все равно то, что там внутри, то и покажется. То есть зачем нужен макияж? Для того, чтобы вывести наружу то, что есть внутри. Но если там ничего нет, тогда чего выводить наружу? Зачем делать маски шоу? То есть страшно очень становится. Смотрите, если взять женское лицо, красивое очень, но без сердца. Что получается? Страшно, да? Очень красивое женское лицо взять и нет холохолодный взгляд такой, такой, как бы, такой, как сейчас это делает мода, да? Сейчас покажу. Ну, смотреть не на что. Зачем? Зачем ты это сделал? Это мода, что ли? В этом мода заключается? Зачем ты это сделала? Ты сделала камень из своего сердца. Зачем? В чем тогда твоя жизнь заключается? Зачем ты так живешь? Зачем тебе нужен этот камень? Это мода? Мода – это то, что всем поможет. Это никому не поможет твой камень, твоя маска на лице. Открой свое сердце, сделай его нежным, добрым, отзывчивым для всех. И тогда ты поможешь себе, у тебя будет хорошая семья. Зачем тебе из себя сделать кирпич? И так внешней красоты недостаточно. Это просто отражение того, что там должно быть внутри. Женщине дано это снаружи. Дано. Для чего? Для того, чтобы переводить все внутрь. Не для того, чтобы усиливать все снаружи. Оно не усиливается, понимаете? Все равно с возрастом хоть красть, хоть не красть. Оно меньше становится. Надо переводить внутрь. Это означает, что душа имеет энергию любви. Можем сказать, что женская душа имеет больше энергии любви, да? Но я вам скажу больше. Душа не бывает женской или мужской. Она может находиться в женских отношениях или в мужских. Когда душа находится в мужских отношениях, она стремится к знанию. А когда душа находится в женских отношениях, она стремится к любви. Для чего нужно знание? Для того, чтобы достигнуть любви. Поэтому мужчина достигает любви, а женщина является объектом. Понимаете? Итак, смотрите, душа имеет вечность, да? Она хочет быть вечно молодой. И это возможно. Я вам сейчас объяснил, как. Дальше. Душа хочет... Понимание, как строить эту жизнь. Это душа хочет знания. И душа хочет любви. То есть жизни. Любви означает жизни. Зачем нужна вечность для жизни? Зачем нужно знание для жизни? Что такое жизнь? Это любовь. Теперь смотрите, мы с вами разобрались в этих вопросах. Высшая цель жизни человеческой отмечена. Теперь я задаю вам вопрос сразу, сходу. И вы сейчас поймете, будете вы в стрессе в своей жизни, в глубоком находиться или нет. У вас сейчас есть в сердце глубокая любовь? Если есть, значит, ваша жизнь течет в правильном русле. Если нет, значит, она пустая. Глубокая любовь не означает, что я кем-то наслаждаюсь. Глубокая любовь означает, сейчас я вам объясню, что это такое. Смотрите. Я чувствую святость в своем сердце. Хочу жить для нее. Хочу жить для нее. Хочу ей быть полезной. Я хочу этому святому человеку служить. Я хочу, чтобы святость жила в моей жизни всегда. Я хочу быть таким, как он. Я хочу, чтобы эта чистота распространилась на моего мужа, на моих детей. Или на мою жену, на моих детей, на моих родственников. Я хочу, чтобы они тоже почувствовали этот сладкий вкус отношений с чистотой и святостью. Это любовь. Любовь, она имеет природу такую чистую, светлую. И в ней нет вот этого вот... Мне хорошо с тобой. Это наслаждение, да? Любовь настоящая, она хочет служить, 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 служить. Она не хочет обалдеть. Любовь. 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 Продолжение следует...